В рамках рабочей поездки в Приморский край полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил промышленные компании АО «Изумруд» и АО «Дальприбор», который внесен в список отраслевых стратегических организаций и выпускает свыше 100 наименований продукции для нужд народного хозяйства и Минобороны. От 250 до 300 радиогидроакустических боев в месяц мы производим. Вот здесь лежит месячная программа специальная. Мы стали упаковывать для того, чтобы вам показать производство. Что важно, мы полностью технологически самодостаточны, поэтому приобретаем только стальной прокат, химию, провода, источники питания. Здесь Юрию Трутневу показали современную гидроакустическую станцию, предназначенную для обнаружения подводных аппаратов и аквалангистов, систему скрытной постановки подводного оборудования, модем, который позволяет передавать данные под водой, а также другую продукцию собственной разработки. Создать систему навигации и управления собственной работой. Вот основное здесь представленное изделие, это вот оно. Это манжетка. Это зональная станция противодействия диверсионным силам срезков. Вот это макет, а вот это полевая образец. Он стоял на Яринской грязь в 14. Исполняющий обязанности генерального директора дальприбора Дмитрий Жуков сообщил вице-премьеру, что предприятию нужны квалифицированные сотрудники. Но Дальневосточный федеральный университет в этом году почему-то закрыл набор на специальность мехатроника и робототехника. Юрий Трутнев поручил Минобразованию и Минвостокразвитию России проработать совместно с ДВФУ вопрос о возобновлении набора. Артем Белов, Анна Дьякова. Новости на восьмом.